Современные родители стараются изо всех сил, чтобы сделать финал детсадовской жизни своего чада как можно красивее и ярче. Ведь спустя каникулы и у взрослых, и у их ребенка начнется новый этап жизни. В обществе принято считать, что окончание детского сада это первый базовый уровень взросления. А посему мамы и папы как будто бы пытаются компенсировать своему малышу его беззаботное детство, которое вскоре придется ограничить рамками ученических обязанностей. Если раньше достаточно было белого банта и стихотворения на утреннике, то сейчас подготовку к торжественному событию родители начинают за несколько месяцев. Праздничные чаепития модернизировались в банкеты, под которые ресторан нужно заказывать уже в ноябре, чтобы выбрать комфортную дату на май. К примеру, наша коллега Ирина Ившина вместе с другими родителями стала готовиться к выпускному своей дочери еще в середине прошлой осени. В итоге мы решили отказаться от ресторана, поскольку наша цель была сделать выпускной, запоминающимся, но при этом бюджетным. В сумме каждый родитель сдал по 3,5 тысячи. Родители оговариваются, старались экономить, использовали все возможные скидки и бонусы. Общий бюджет на организацию выпускного составил 77 тысяч рублей. Праздничный стол обошелся примерно в 7 тысяч. Аниматоры 3 тысячи рублей в час. В среднем развлекательную программу заказывают на 3 часа. Каждый ребенок получил в подарок набор первоклассника. Его стоимость варьируется от 700 рублей и выше. На всевозможные подарки, сувениры и грамоты потратили больше 25 тысяч. Вместо выпускного альбома сейчас в тренде фотокниги тираж в 24 экземпляра обошелся в 18 тысяч рублей. С учетом скидки на оптовый заказ. При этом верстку и дизайн сделали сами родители своими силами. А вот для иллюстрации понадобилась помощь. Поэтому мы приняли решение воспользоваться услугами фотографа. Фотограф присутствовал у нас на открытых занятиях, на одном утреннике, на прогулке снимал детей. То есть в повседневной обстановке, в необычной, чтобы фотографии были жизненные, а не пафосные и специально сфотографированные. Важная трата перед праздником и традиционный знак внимания букеты воспитателям и педагогам. Здесь, как отмечают профессионалы цветочной индустрии, тренды тоже поменялись. В среднем один букет обходится от 500 рублей, а заказывают их не меньше 10 штук. Если раньше можно было обойтись одной хризантемкой или гвоздичкой, то сейчас люди уже стараются выбрать более интересные букеты, более разнообразные. Они больше становятся цветы популярны, как альстромерии, пионы. Елена Ершова за годы работы заведующей детским садом видела разные праздники. Но в последние годы родители стремятся превратить выпускной в настоящее шоу. Ну, вся индустрия работает на выпускные. Полностью заказываются и аниматоры заказывают родители, и фотографы, и операторы. Иногда даже сесть некуда, потому что от количества камер и фотоаппаратов родители друг другу мешают. В этом году Елена вместе с остальными ребятами провожает в новую школьную жизнь своего сына Матвея. Мальчик принимает активное участие в подготовке, хотя в детали предстоящего торжества пока не посвящен. Ну, там будет весело. Ну, вчера даже с мамой ходили до времени ночи уже были, вернулись домой. Дески сад украшали. В список расходов к выпускному писан внешний вид ребенка. Девочки покидают садик настоящими принцессами, мальчики – истинными Дэнди. К по-взрослому элегантным нарядам прилагается и взрослая цена. Для того, чтобы собрать на последний праздник в саду девочку, придется изрядно потрудиться и потратиться. Качественные туфли мамы стараются выбирать так, чтобы поносить, если уж не в школе, то хотя бы летом. Цена колеблется от двух с половиной до пяти тысяч. Платье для маленькой леди стоит в среднем от трех до пяти тысяч рублей. Бижутерия для юных модниц по своей стоимости не отличается от взрослой – в среднем тысяча рублей. Услуги парикмахера выйдут в такую же сумму. Если вместо магазинов обратиться в ателье, то сэкономить не выйдет, а вот соригинальничать получится. Причем форсят не только девочки. Родители Прохора, к примеру, заказали костюм-двойку. Брюки и жилет по стоимости обходятся не меньше, чем платье принцессы. Расход на ткань – полторы тысячи, пошив – еще две восемьсот. К тому же не обойтись и без галстука и рубашки. Стоимость последняя – тысяча двухсот до двух с половиной тысяч. Обувь в среднем – две тысячи рублей. Можно найти и дешевле, но и верхнего предела, разумеется, нет. В среднем же одеть ребенка можно в пределах восьми тысяч рублей. Важно в суете подготовки помнить, что ребенок должен сохранить воспоминания не только о яркой шоу-программе, но и о первом друге детсадовской влюбленности и веселых играх на свежем воздухе. Поскольку у мальчиков и девочек будут еще и торжества, и красивые платья, и элегантные костюмы. А детство случается только однажды. Олеся Кокина, Денис Линчевский, Владимир Орлов, Александр Кузнецов. Архангельское телевидение.